Ну, действительно, это всё в том или ином виде существовало, но таким толчком большим была битловская тема. Дело в том, что когда началась музыка «Битлз» здесь, а это пришлось на тот момент, когда мне было лет 12, 13, 14, 15, вот как раз всё это выходило, легко посчитать, когда я родился, то волна, которая накрыла нас всех, людей моего поколения, она состояла не только, а иногда и не столько из музыкальной составляющей, но вот то, что вы видите сейчас, вот эти вот правильные швы, правильное разглядывание ботиночек, каблучков, это было очень сильно. Это было сильно, и меня вообще сильно эта битловская волна прибила. Я стал учить английский язык сам. Ну, как, а в школе какую вы учили? Я учился в знаменитой 57-й школе. Счёт в школе, да? Да, английский существовал, но меня интересовало всё. Вот это любопытство, которое осталось тьфу-тьфу-тьфу со мной по сей день, оно меня, собственно говоря, по жизни-то и тащит. То, что мне интересна жизнь во всех её проявлениях, мне интересны и вещи, и люди, и песни, и картины, и архитектура, и так далее. Хорошо это или плохо? Для профессиональных занятий это непросто, я скажу так. То есть я не буду говорить «плохо, это непросто», потому что человек как бы растекается немножко, по древу получается. Но уж тут работа есть работа, и музыка, от неё никуда не денешься, в какой бы точке она ни находилась, а мы, надеюсь, об этом отдельно поговорим. Владимир, вот у меня сразу вопрос. И всё-таки «Битлз» подтолкнул писать музыку. Ну, я знаю, что вы сначала играли, а потом уже пошли в композицию. Сначала она по-новому. Да, территория одна и та же, она примерно у всех одинаковая. Московская семья, хорошая семья, Гоголевский бульвар, место проживания, 57-я школа, художественную школу я рисовал, я её закончил, как художник школы, физмошколы при Баймонском институте параллельно, параллельно занятия с педагогом, которая была ученицей Гнесиной, Софьей Моисеевной Карпиловской, о которой у меня потрясающие воспоминания. Тут приходится эта музыка. Я сразу понял, что я буду этим заниматься. В каком виде, что я буду писать песни, у меня таких и мыслей не было. В общем, как ни у кого тогда, ни у каких людей, кого эта волна тоже накрывала, этих мыслей не было, что этим можно зарабатывать. Никто, уверяю вас, никто в тот момент это всё не предвидел. Кто мог это предвидеть? Если Битлз говорили, когда их спрашивали, надолго ли это, они отвечали, ну, года 2, 3, 4. А потом сказали, мы популярнее Иисуса Христа, я помню. Это Ленн, это Ленн, в интервью Морен Клифф, он это сказал, что было абсолютно незамечено в Англии, а в Америке была реакция. И вот, возвращаясь к тем дням, когда пришла эта музыка, она для меня пришла в виде вот этой всей атрибутики одновременно. И с английским языком, и с модой, и с прическами, и с этим звуком невероятным, с желанием играть. И вот тут начинаются некие общие места. Вот Женечка это всё знает прекрасно. Это собирание групп, тут же началось. Собирание групп, покупка инструментов, которых нельзя было купить, которые ей нельзя было купить. Вот почему? Потому что это было либо очень дорого, либо просто невозможно достать. Забегая вперёд, скажу, что это удивительно. Но когда мне вот уже гораздо позже по жизни довелось общаться с настоящими фигурантами, такими как Мик Джеггер, Пол Маккартни, таких в виде задушевных бесед, то выяснилось, что они проходили абсолютно ту же траекторию, только их накрывали артисты предыдущей волны. Маккартни накрывал Литтл Ричард, и он понял, что он должен петь как Литтл Ричард. И не было возможности бас-гитару купить. Я говорю, как не было в Англии? Он говорит, как, американские стоили сколько? Как машина вообще. То есть всё одно и то же. И Клифф Ричард, который сейчас в интервью вспоминает сегодня, я купил гитаристу гитару американскую Fender, я её купил за свои деньги. Большое событие было. Ко мне приезжал, я помню, это было уже позже, я купил усилитель Fender басовый, и ко мне поздно вечером ночью приехал Юра Антонов. Это год 70, условно, пятый. И он приехал смотреть этот усилитель. Я ему по телефону говорю, всё, пришёл усилитель. Сейчас я к ней приеду. И он приехал, и стоит в квартире сверкающий усилитель Fender. Ну, катастрофа. Да, вот это жизнь. Вы знаете, у нас много бывает молодых музыкантов здесь, они тоже жалуются на жизнь, что денег нет, ничего нет. И вот этот пример о том, что два великих композитора встречаются ночью, чтобы посмотреть усилитель новый. Это же колоссально. Да, да, это очень интересно. Это очень интересно. И вот удивительно то, что общаясь с массой людей, мне просто повезло. Я лично знаю огромное количество людей, которые являются такими мировыми знаменитостями. Общаясь с ними, выясняю, что они все проходили примерно одни и те же циклы. Человек рассказывает, я ехал с мамой и папой, американец, и вдруг Битлз передаёт «I want to hold your hand». И всё, я понял, что вот это вот, я должен быть вот там, где вот эта музыка. А, классно. И вдруг какая-то мелодия, какой-то ритм, который просто вот с наркотическим эффектом пробивает, как это вот было с Битлз. Это возрастное или это поколенческое? Вот что вот? У меня вот такого вот нет, допустим. А у вас? Лучше на «ты» нам общаться. Мне так гораздо проще. Ты знаешь, Жень, я об этом много думал, и тоже не сочтите за какую-то там похвальбу, что ли, я на эту тему прочитал большое количество литератур. Дело в том, что выходят книги, которые описывают вот подобного рода истории с точки зрения психологии, ну, я не знаю, всех аспектов. Уходишь от ответов? Нет, сейчас я подхожу к ответам. Активным периодом восприятия является период, как раз который пришёлся на мои битловские годы. То есть всё-таки это возрастное? Возрастное. Это 12-18, у кого с 10, в зависимости от психофизиологии ребёнка. Но вот он период, когда всё абсорбируется, всё впитывается, всё запоминается на всю жизнь, всё имеет огромное значение. Потом, как Куприн говорил, будут ещё вёсны, и будут радости от этого, но они уже будут другие радости. Это будет уже смаковать. Увы. Увы. Я это, как человек взрослый, мягко говоря, взрослый, я это прекрасно понимаю. Поэтому всё, что вот есть для ребёнка в этот период, оно является основополагающим. Вот так и у меня было, и я не являюсь в этом плане исключением. Но, отвечая на вторую часть вопроса, слышу ли я сегодня, вижу ли я сегодня что-то интересное, что меня, ну, скажем, по-другому, но торкает. Конечно же, да. Конечно же, да. Всё время я это вижу, я это слышу, я читаю, я хожу на спектакли, я смотрю фильмы. Всё время есть то, что... Ну, например, вот что вот это произвело впечатление из недавно униженного услышанного? Из музыки. Да, кому хотим. Ну, вот я могу сказать сегодняшний пример. простейший парень, совсем молоденький, ничего в нём особенного нет, Натан Сайкс его зовут. Он из каких-то там войсов, или я не знаю откуда, примерно оттуда, по-моему... Из Бойс Бэнда, английский. В голосе есть вот это нечто. Он молодой, у него в голосе есть нечто. Это сразу ухо отмечает. Продюсерское ухо, мгновенно это... О, у этого парня это есть. Дальше. Я смотрю голос, поёт Варвара Висбор. Девочка. Её рубят. Классическая история. Её жюри программы «Голос». Я не знаю, удобно у нас упоминать эту программу. Рубят её. Я смотрю этот кусочек, она поёт песню своего дедушки о том, что зима будет большой. И я понимаю, что у неё очень интересный тембр голоса. Вчера я с ней записывал песню для нового сериала, который пойдёт на Первом канале. Потому что меня это привлекло мгновенно, как продюсер. А то есть, тебя это сподвигло на сотрудничество? Да. То есть, это всегда существует. То же самое и во всех других аспектах. Я интересуюсь очень живописью. Я сказал, что у меня была такая составляющая, причём она была достаточно сильная, поскольку у меня была мысль поступать в архитектурный институт. Вот. И я всё время интересовался живопись, я всё время интересовался изобразительным искусством. И так как я жил на Гоглевском, то можно было проходными дворами за пять минут пройти к Музею искусств Пушкина. Что я и делал каждый день, идя в школу. Я шёл сзади музея. Все эти улицы теперь переименовали, я их знаю в своём оригинальном, так сказать, варианте 60-х годов. Но я заходил часто в Музей искусств Пушкина сам. Меня туда никто не водил. Это дорогого стоит, как я сейчас это понимаю. Потому что вот эта вот вещь, она есть в человеке, либо её нет. Владимир, у меня к вам такой вопрос назрел, который я, честно говоря, всегда стеснялся задавать. И в том числе... Еврей ли вы? Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не угадал. Это тоже хороший вопрос, но мы его, когда нет, на потом оставим. Почему стеснялся? Потому что все в своём возрасте что-то пытались писать, рисовать, творить, скажем так, да? Вот. Есть такая точка зрения, что музыка появляется тогда, когда человек, вот словами не может вам сказать что-то, да? И поэтому он что-то так вот у него получается сочинить какую-то мелодию или там, я не знаю, симфонию, у кого что. Как у вас получилось? Где вы вот нащупали эту тонкую творческую нитку, за которую можно зацепиться и начинать творить именно в музыке? Как там у Ахматовой? Из какого ссора? Да. Дело в том, что существует огромное количество в этой теме разговора под тем. И люди, которые приходят к вам или придут к вам, они каждый отрабатывают свою историю. Они, кто-то играет, например, всю жизнь человек играет. Я смотрю с огромным удивлением и симпатией и в то же время с каким-то разочарованием на этого человека, которого все мы очень хорошо знаем. Он играет. Можно озвучить? Нет, это нельзя озвучить, потому что действующая история. Он человек играет. Он отвечает. Вы знаете, это сверху приходит. Это редко приходит. Он имеет право так отвечать. Он имеет право играть и так далее. На самом деле you never know, говоря по-русски. You never know. Ты никогда не знаешь. Зацепкой может быть вот такая история. Я смотрю на ваш стул и ребристый, нечистый, чистый, и вдруг появляется какая-то штука. Ребристый. Все, оно поехало. Оно триггерировало, оно запустило какое-то движение. То есть все-таки мы говорим о факторе вдохновения, а не о ремесленнической какой-то истории, когда ты садишься за этот стол, думаешь, мне надо к 19.00 выдать на гора продукт. Есть еще одно слово хорошее, английское, на эту тему. Whatever. Чтобы не. По-русски это переводится так. Потому что ситуации бывают самые разные. И вот на эту тему я беседовал с самыми крутыми сонграйтерами в мире. Как и что. И вот одна из, ну просто, может быть, я не знаю, те, кто любит это дело, возьмут, откроют интернет и найдут имя Дайана Уоррен. Дайана Уоррен, человек, который сочинила дикое количество песен. Я ее хорошо знаю. Она сочиняет песни только стоя, только с гитарой, и только в офисе, где бы рядом были люди ходили. То есть, она не пишет ноты? Она не пишет ноты. Она записывает, ну, очевидно, у нее, я говорю о нашем с ней общении, которое было довольно давно. Вот. То есть, мы с ней говорили, она говорит, мне вот так гораздо удобнее. То есть, что это? Я не могу дать анализ. Жень, ты же скажи, что это такое? Это психоз. А мне это вообще непонятно. Я вообще не понимаю, как вот это может прийти в голову мелодии, потому что это что-то божественное. Я как раз считаю, что... И это есть. Да, и поэтому, когда твой товарищ и мой товарищ Градский говорит, что это все фигня, что это работа. Ты сел, и вот это, условно говоря, прошу прощения, высрал из себя. Не к столу будет сказано. Да, не к этому к столу будет сказано. Ребристом. Да. И он говорит, мне бы вот каждый день приносили бы вот столько, я бы вообще бы музыкой не занимался. Он говорит это в эфире, это не в приватном разговоре, поэтому я это произвожу. Может быть, и по та же ради, но он себя позиционирует, как я-то его считаю гением, а он себя позиционирует ремесленником, человеком, который вот надо сделать, выстругать. Ох, не просто, я тебя перебью, извини, не просто он себя позиционирует. И ты сейчас вот дал мини-анализ его поведения. Ты просто не хочешь расставлять точки, но это можно все проанализировать, что это такое. Что это такое? Объясни. Послушай, это его жизнь, он действующий артист, и нам с тобой комментировать, тем более нашего товарища, нельзя, мы не имеем права это делать, комментировать его модус операнди, скажем так, образ поведения Саши Градского, потому что ты абсолютно правильно говоришь, он и гений, он и актер, который постоянно играет. То есть он в образе таком, да, вот такого вот. Он удивительная личность, но, когда меня спрашивают про Градского, я всегда говорю, а вы можете себе представить, когда вы вдруг понимаете, что вас Господь наградил невероятным талантом, как вам делается от этого тяжело. То есть вы вдруг получили вот этот чемодан без ручки в виде сумасшедшего таланта этого голоса, и Саше действительно было очень тяжело, потому что я с ним знаком с 68-го года. Мы играли вместе со скоморохами, и я в своей первой группе, вот удачное приобретение, и Сашка вспоминает наше выступление, кстати, у всех взаимная ностальгия очень сильная, что он помнит там партии бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, бас-гитара. Я не помню, он говорит, ты играл, помнишь, бу-бу-бу-бу-бу. Я говорю, Саня, я не помню этого. Он замечательный человек, интересный, которому очень было непросто с этим талантом всю его жизнь. Представляешь, вот каково человеку было слушать какие-то вот такие вещи, слушать это все. Он называл вещи своими именами, когда он слушал это, если помнишь. Ну да, хорошо, когда это приходило от кого-то незначимого, а когда кто-то значимый, да еще, скажем так, одаренный всякими званиями и полномочиями, изображал нечто подобное. Саше было очень тяжело. Давайте развернемся от Саши к Москве тех годов. Да, Москва тех годов, это же было действительно удивительное время. Мне приходилось тогда еще бывать на квартирниках. Правда, это было же начало 80-х, я был на квартирнике с Градским, Гребенщиков приезжал из Питера. Это было такое время, когда открывался мир, новый совершенно, да, и удивительное чувство того, что приехали гении. Они где-то там были всегда, где-то за стенкой, за экраном, да, или там еще где-то в небесах, а вдруг они сели в комнате, где сидишь ты, да, выпивают там стакан винатовый, начинают петь свое. Это было колоссальное время. До сих пор меня удивляет оно. А у меня к вам такой вопрос по поводу ремесленничества. Если я правильно помню, вы в свое время очень быстро написали саундтрек для «Маленькой Веры», или как-то так, там буквально там за несколько дней, да, если это так было. Ну, это же все-таки ремесленничество было, или у вас есть впрок мелодии? Это трудно сказать. Нет, дело в том, что история с «Маленькой Верой», она история, как история любого такого удивительного, феноменального успеха, она всегда с трудом разнимается на составные части. Вот это происходит, я был, мне повезло, я был частью многих таких историй, какие-то инициировал. Я историю с «Маленькой Верой» инициировал, к сожалению, ныне покойный режиссер Вася Пичел. Я и думать не думал, что звонивший мне Пичел и шоферан, и зовущий делать музыку к этому фильму, они являются предвестниками большого успеха. Я прочитал этот сценарий, который в виде бумаги бумаги был и не очень-то таким эффектным, я вам честно скажу. А «The rest is history», все остальное это уже история. Да, как-то все я делал так, я не знаю, в жаркий день, я помню, я помню, мы приехали на студию Горького на первый прогон, когда все это собрали, и мы в абсолютно полуразрушенных корпусах студии Горького на балконе, на подоконнике сидим с Соросом, который, как выяснилось, финансировал частично маленькую веру. Да, он болтает ногами, мы что-то с ним разговаривали там, а я не знал, что это Сорос, я его там и в лицо-то не знал, он с девочкой какой-то пришел, с переводчицей, наверное, и нас было человек пять, там, по-моему, Наташка была негода, это все вот так в жизни и бывает, это потом, ух, ах, маленькая Вера, я вам расскажу такой эпизод, уже когда картина была сделана, и уже были первые превью этого фильма, уже было ясно, что-то назревает. Но он тогда взорвал просто, надо сказать. Да, назревает, мне позвонил Вася, Пичел, мой товарищ, и говорит, Володь, у нас сегодня премьера в Доме кино, я говорю, я в курсе, ты будешь? Я говорю, я буду, к семи, да? Он говорит, да, но ты приезжай к пяти. Я говорю, в смысле? Он говорит, потому что в семь ты не войдешь. Вот, ну я, конечно, отпускаю очередную матецкую шутку, я говорю, живешь иллюзиями, Вась, вот, у тебя голливудский синдром, он говорит, нет, у меня не голливудский синдром, хотя бы к шести приезжаю. Приезжаю к шести, конная милиция, выдавили стекла, что-то страшное, что-то страшное, это премьера «Маленький Вер». Вот как это выглядело. То же самое. Мы хотели послушать музыку макетского. Ну, разумеется, что еще? И посмотреть кое-что у Натальи не годы. Да. На самом деле, вот это, я думаю, что вы все прекрасно знаете, о чем идет речь, потому что, когда, меня всегда умиляют, когда мои коллеги, но сейчас это реже происходит, а раньше, человек дает мне кассету, там, говорит, послушай, здесь 12 хитов. Тоже не буду называть фамилию этого человека. Я знаю, я знаю как раз вот про это. Здесь 12 хитов. Ну, надо знать меня, потому что я такие вещи с трудом переношу. Я говорю, ну, хотя бы один бы, если получился, и то было бы прекрасно. Вот. Но на самом деле, вот это вот божья искра, которая бьет. Как эти хиты получаются? Вот маленькая мера, ну, хит был, естественно. Как ваши хиты получились? Вот лаванда, как получилось? Может, вы не любите про нее говорить? Нет, ради бога. У меня, я, кстати, забегая вперед, тоже скажу, что у меня нет никакой неприязни к своим песням старым, как часто бывает. Вот там, не буду играть satisfaction больше на концертах. Но это нельзя, это невозможно. Да, эти песни начинают жить своей жизнью. Их кто-то исполняет. Ну, это понятно. В этом есть страшный кайф. Есть элемент не кайфа. Почему? Потому что ко мне, например, прибита табличка. Матецкий, автор песни «Лаванда». Это автор Софии Ротару, не только «Лаванда». И тоже я могу сказать, что я абсолютно в потрясающих отношениях с Софией Михайловной. Мы друзья, обожаю ее семью. Она очень любит мою семью, мою жену, моих детей. Это уже больше, чем написание песен. Но ведь все равно вот эта вот лавандическая история, она всегда будет доминантной. Рассказываем. Как получаются хиты? Вот Женечка правильно упомянул тему оттуда, откуда приходит. Человек здесь является субъектом и некоторым провайдером. Это правда. Некоторым провайдером. И порой дедлайн, то бишь срок какой-то, оказывает невероятно креативную, вносит креативную составляющую. Человеку говорят, а ну-ка давай к этому числу песню положи на стол, да и хитовую. Кого-то эта штука придавливает и он раздавлен, а кого-то бух, сейчас я покажу. Мобилизует. Мобилизует. Меня мобилизует. И это вещь по заказу. То есть можно хит написать по заказу, а можно не дописать, получается. А можно не написать. Вот тут уже вот эта составляющая. Я-то просто про лаванду слышал такую легенду. Давай. Что в квартире на площади Гагарина на Ленинском проспекте у Андрея Вадимовича Макаревича некая компания, в которой был Матецкий просматривал свежий клип Леонардо Коуэна Dance Me To The End To Love. Я эту историю сейчас протектирую. И Матецкий задумчиво сказал, в этом что-то есть. Сказал он. Нет ничего больше, чем истории про лаванду. Я это прекрасно ожидал от вас этих вопросов. Действительно, это два очень схожих во вступлении мотива, фактуры. Но оба эти мотивы не являются оригинальными. И то и другое является... Это не оригинальная история, это парафразы цыганочки. Та-ра-те-та, тэ-ра-ти, та-ра-ра-ти. Это кусок, который, ну как, он очень эффектно звучит. Элемент этого, элемент этого, он кочует из песни в песню, и новые лаванды, они содержат этот элемент. Дальше сама песня. Эти песни абсолютно разные, сами песни. Элемент этот инструментальный, он присутствует. Может быть, может быть, нет, может быть, раньше, может быть, позже, и так далее. Я не считаю, что это такая коварная история. Почему? Потому что с тех пор прошли годы, и что произошло с тех пор в области похожести тех или иных произведений. я думаю, что лаванда, она такой детский лепет собой представляет по поводу похожести вот этой цыганочки, этих трех аккордов. Ра-рап-ти, ра-рап-ти, тара-рап-ти, рап-ти, 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 рап-ти. Это, ну, это вот был такой один деятель культуры, тоже не хочу называть. Он говорит, все, надо же безумеваться. Нельзя, нельзя, нельзя. А ты в курсе, что вот так впервые руки сделала моя жена на сцене? Я говорю, как это, так сказать, впервые где? Да, в России где? Не, во всем мире она впервые подняла руки, это ее жест. Поэтому история с лавандой, дело в том, что любой вариант принижения других и подъем себя, это абсолютно нормальная история. То есть, человек, который говорит, а вот лаванда, вот смотрите, это вступление, оно на что-то похоже. Он этим самым сам поднимает. Это херня там, что кто-то сочинил. Вот я, смотрите, ну похоже. Ну покажи мне свою песню, я тебе скажу, на что твоя песня похожа. Ну вообще, как к идеям заимствования, особенно учитывая, что статус Матецкого, он еще вице-президент Рау, вот идея заимствования, потому что я вот этих вещей, честно говорю, я не понимаю, потому что вот, допустим, ну дело жизни того же Градского, мастера Маргариты, он состоит, как мне кажется, цитат, ну то есть прямых цитат, и тем не менее, это как бы композиторская работа. Как вот к этому отношению не у чиновника, вице-президента, а вот у креативного человека, у композитора, в каких объемах, незаконодательно, а вот понятийно, можно заимствовать? Какого размера это могут быть цитаты, и как вообще это выглядит в глазах коллег, потому что публика-то, она воспринимает конечный продукт, не заморачиваясь о его составных, как правило. Как коллеги выглядят, я уже сказал. Основная политика коллег, и это абсолютно естественная история, принизить окружающих, поднять себя. Так устроен шоу-бизнес, причем он устроен так во всем мире. Это нормальное явление, на это нельзя обижаться. А, у тебя песня похожа. И так далее. Ну, заделал ты его, забыли уже, проехали слова. Нет, это не про меня. Дело в том, что, слушай, я это слышу, сколько лет песни, столько я это слышу, а на 85-го года, это сколько же ей лет? А, кстати, 30 лет в этом году, юбилей. Кстати, юбилей. годовщина, юбилей. Да, 30 лет я это слышу, поэтому для меня этот разговор не новый. Такая очень тонкая тема по поводу того, что вот сейчас часть вторая, дело в том, что искусство сегодняшнее, популярное, оно нарочито компелитивно. Оно не просто компелитивно. Оно нарочито компелитивно. Почему? Потому что это эстетика постмодернистская эстетика. Когда все уже сказано, все было. Рабинович, возьмите до. До. Плагиан. Вот. Это все было. Покажите мне любую вещь, я скажу, на что это похоже. Вот эти часы, я могу сказать, этот штатив и так далее. Другое дело, что художник, когда есть художник, он, прикасаясь к чему-то, собирает некую вещь, которая даже состоит из кусков, которые просматриваются, становится оригинальным произведением. Это то, что я хотел услышать. Это ответ. Это ответ. Дальше состояние, траектория движения этого художника. Я, Владик Монро, Мамышев, я беру фотографии, я их раскрашиваю. Это чужие люди, чужие фотографии. Одна история. Я наряжаюсь в тех, кто политических деятелей, фотографируюсь. Он художник, к сожалению, ушедшей из жизни. Это его взгляд на искусство. Я нахожусь в поп-культуре сегодня. Это реально ты считаешь, что творчество не профанация? А где эта грань? Он художник. Энди Ворхолл это грань. Энди Ворхолл сегодня далеко не грань. Кстати, гениально сказавший о том, что в 21 веке человек будет популярен только 15 минут. И эти 15 минут давят на любого из этих художников. И человек готов идти на что угодно ради этих 15 минут. А в следующем веке это будет 3 минуты. А потом 30 секунд. А потом 30 секунд. А потом, когда все уже сказано, а уже мы сейчас подходим к этому. Почитайте Уэльбека и так далее. Это все на эту же тему. Это очень интересная штука. Поэтому поп-культура, культура, в которой я нахожусь волей-неволей, она действительно имеет свои законы. Вот есть законная часть. Я соавтор песни Полины Гагариной, которая звучала в этом году на Евровидении. И, к сожалению, не заняла первое место. Но, мне кажется, заняла достойное место. Эти песни рассматривались под микроскопом. И мы, авторы, работала команда такая международная, понимали, что наверняка будет какой-то скандал. Только эта песня достигает каких-то вершин. А вот смотрите, вот эта интонация. We are the world, people. Это похоже на классику. По-па-по-по, ля-си, ля-си. Это похоже на классику. Ну, конечно, похоже на какую-то классику. Ну, как известно, Not Zero 7. Да, но скандала не было. Почему? Потому что, ну, нет, не нашлось такого в этот раз. Но мы были готовы к этому скандалу. То, что любая песня, достигающая какого-то размера, подвергается атаке сегодня. Хорошо, а если мы возьмем One Way Ticket. Да, эта песня, когда сочинена была. Так она была сочинена Раймондом Паулсом все-таки? Нет, нет. Это была, что это была кража? Я не знаю историю, но мне кажется, что... Ну, это же две песни абсолютно идентичных, если мы не берем просто текст. А как идет у Паулса в титрах «Синини» идет музыка Паулса? Да. Это точно? Ну, сейчас я вот уже не возьмусь. Меня когда спрашивают, я только задают вопросы точно, я сейчас гуглить не готов. Ну, слушай, я не думаю, что это так, потому что тут явная, как говорится, копия этой песни. Бог вовсе. Так в советское время с этим было очень просто, если мы там вот как бы тему Рао затрагиваем, потому что просто не было возможности слушать зарубежную музыку, кроме тех небольших доз, которые нам выдавала гость телерадио. Поэтому вопросы заимствования тогда решались гораздо проще, чем сейчас. Сейчас мы через сети и вообще через массу терминалов всегда можем найти оригинал. Я могу сказать такую одну историю. Я думаю, что мы можем называть какие-то здесь медийные ресурсы, проблем нет. Можно. Можно, можно. Я довольно долго вел большую музыкальную программу на Серебряном дожде. Сейчас я веду музыкальную программу на Маяке. Когда я работал на Серебряном дожде, я был частью Серебряного дождя. И вы знаете, есть такое мероприятие «Калуш». Да. В «Калуше» всегда был раздел «Плагиат». Всегда был. И он очень вызывал большой интерес в начале, так сказать, работы «Калуш». Так вот, к последним «Калушам» эта рубрика была просто убрана. Потому что никому это не было интересно. Вот так изменилось всё в этом мире. Просто неинтересно. Люди говорят, смотрите, вот кусок похож. Смена парадигма. Абсолютно правильно. Смена парадигма. Ну, похож. Дальше что? То есть, всем стало наплевать просто на это? Ну, изменилась жизнь. Мы живём в период большой-большой революционной смены вообще всего взаимоотношений между людьми. Я думаю, это не стоит даже обсуждать. Я думаю, вы со мной согласны. Отходят определённые установки, поведенческие установки. Недавно был эпизод, когда девочка, 18-летняя, излагала свои жизненные позиции. И она их излагала вполне внятно о том, что надо людей кидать, швырять, заниматься собой. Что таких понятий, как совесть, там их вообще не существует. Это полная фигня, пришедшая откуда-то. А что это, это кульминация либерального проекта? Откуда? Я не знаю. Вот это я не знаю. Но твоя реплика очень существенна. Почему? Потому что мы сейчас, видя вот всё, что происходит, мы приходим к этому каждый с разной стороны. Но выясняется, что оно приходит к этому. Ну, у девочки это ведь, вряд ли, из интернета откуда-то? Из жизни, я думаю, у девочки. Значит, из семьи? Из семьи? Нет, от отсюда, от подруг, от семьи. Девочка, которая видит, вот проезжает машина дорогая, откуда эта машина у человека? Он что, честно работал? Ясное дело, что нет. Или барышня в ней сидит? Помнишь этот знаменитый на эту тему глагол? Вот, что она сделала? Поэтому это же тоже, дураков-то больше нет. А потом, это же всё. А ты со своими детьми вот этим занимаешься? То, что называется скрепами и там, ну, морально-нравственным воспитанием? Ну, во-первых, я живу достаточно, ну, тоже опять будет некрасиво, я живу, скажем так, скромной, правильной жизнью. А почему же это некрасиво? Это некрасиво в этой системе координат. Как? Ты это прекрасно знаешь. У меня система координат. Ого-го, вот так заявление от Додорева. А почему? Почему нет? Я бы поостерёгся. На самом деле, это очень серьёзные вещи. Конечно, дети подсасывают многие, как говорится, законы из жизни. Они всё это видят. С этим пытаются бороться за границей. Например, в английских школах детям, так сказать, не дают ходить в своей одежде. Там форма существует. Разумеется, любое действие всех вопросов не решает. Но есть действия в этом направлении. У нас таких действий не наблюдается. Потому что у нас другие установки в обществе. Сейчас мы подошли к тому, что надо с этим что-то делать. Уж если бы мы пришли к такой теме разговора. Как это делать в нашей стране? Какими силами? Я не знаю, когда люди всё это видят. Так сказать, на улице. Как это всё выглядит. Ну, извиняюсь. Вот мне всё-таки хочется сказать. Матецкий своими детьми доволен в смысле их духа и их каких-то нравственных качеств. Сейчас не говорят про какую-то физическую форму, про какие-то успехи или неуспехи в учёбе, работе. А вот именно люди-то они хорошие? Хорошие. Они хорошие люди. А можно поподробнее про этих людей? У меня двое детей. Дочка у меня работает. Она закончила МГИМО. Факультет международного права. Она замужем. Хорошие ребята. Оба работают. Ну, уже, так сказать, возраст. Ей 28 лет. Это возраст. Сыну будет 15 лет. Вот скоро. Он учится в школе. Занимается музыкой. Зовут его как? Зовут Лёня. То есть почти что в честь дедушки. Не Леонард все-таки. Хороший. Вот это классный вопрос. Браво. Ну, наверное, можно будет предположить, можно было бы предположить, что можно было назвать Леонард. Такое странное имя моего отца было абсолютно необычное. Ну, я его зовут Леонид Леонид. Очень хороший парень. Он учится в школе. Ну, разумеется, все то, что называется, такие искушения подростка, они присутствуют. То бишь айпэды, игры и так далее. Ну, как без этого? Я вообще на эту тему как-то общался с Андроном Кончаловским. Он сказал, что он строго ограничивает ребенка, не давая ему вот гаджеты. Мы этого не делаем. Но мне кажется, что это имеет какое-то сбалансирование. Ну, хорошо. А вот у Леонид Владимировича слух, голос есть? Тяга к шоу-бизнесу будет он у нас зажигать? Вряд ли будет. Как папа. Так же, как все остальные дети. Вот эта тяга, которая была у меня, она отсутствует сегодня. Я ее не вижу даже у тех, кто пришел на какие-то голоса и так далее. Это не люди с тягой пришли в основном. Хотя есть, попадаются, те, кто пришел, что называется, по зову сердца. Очень многие приходят по зову бумажника. И, кстати, они приходят неправильному адресу. На эту тему существует очень интересный блог. Есть такой американец, Левсец, и у него есть блог, Левсец Леттер, где он как раз глубоко и очень серьезно анализирует процессы, которые происходят в шоу-бизнесе и вокруг него. Так вот он пишет, Левсец, это не я говорю. Он пишет, что сегодня талантливый человек идти в музыку не должен. Талантливый человек, даже если у него гиперталант музыкальный, должен идти минимум в инвестиционные банкиры. А потом уже, заработав денег в этой реальной, на сегодняшний момент, плоскости, должен заниматься в свое удовольствие игрой на гитарах, собиранием музыкальных инструментов, ментов игрой на барабанах, сочинением песен и так далее. В этом есть элемент ерничества, разумеется. Конечно, это эпатаж. Это эпатаж чистой воды. А потом, как служить Богу и мамоне, вот известный вопрос. Если ты инвестбанкир, то вряд ли уже будешь хорошим музыкантом. С трудом это получается, да. Но выясняется, что очень хочется иметь деньги сегодня. На сегодня. И молодым, и взрослым, и так далее. И то, как повернулся этот мир, как вот эта девочка его анализирует, выяснилось, что в словах этой девочки очень много рационального. И за что бы ты ни схватился, через две секунды это приходит в точку под названием деньги. И не я это придумал. Я это констатирую. И вы со мной согласитесь. Ну, выращено поколение потребителей. Да, совершенно верно. Которые больше всего любят в себя, в себя все засовывать и быть поближе к коры. То это как бы вот результат определенный. Такое было всегда в истории человечества. Просто были, перебил, прошу прощения, были те или иные конструкции. И мы сейчас видим битву по поводу этого, по поводу этих конструкций. Нужны ли таковые конструкции или не нужны? А у Матецких, как считают, нужны? Мнение-то есть? И прозвенел камертон. Нет, можно было еще запикать, я думаю, текст. Если бы у нас именно этот формат был, то мы бы много могли запикивать. Потому что очень часто хочется сказать что-нибудь честное. Но понимаешь, что в формате радиостанции это не очень корректно говорить. Нет, нет, у меня никаких нет по этому поводу комплексов. У меня есть, конечно, по этому поводу соображения. Просто наш формат нашего разговора, он подразумевает некоторую поверхностность общения. Мы не собираемся глубоко беседовать на какие-то темы. Как у нас, Олег, да, взял и просто поставил. Нет, нет, а мы-то глубоко беседуем. Нет, 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 у вас не лопат. У вас не лопаты, мы очень милые, хорошо говорим. Ложечки. У вас такие ложечки, совочки. Ложечки не накопаешь много. Именно так. Любой глубокий разговор подразумевает другой формат. И вообще, в принципе, я хочу... А мы подумаем на другим форматом. Кстати, да. Дело в том, что я хотел напомнить. Наш эфир подходит к концу. Нам осталось буквально несколько слов попрощаться. Я хотел сказать нашим радиослушателям, что у нас сейчас пойдет большой блок песен Владимира Матецкого. Это очень будет хорошо. И вот Полину Гагарину мы вспоминали. Будет «Миллион войсес», и «Машина времени». И много других разных композиций, песен, которые вы написали. А вот сейчас у вас... Вы очень хорошее слово сказали. Что торкает? Вот меня что-то торкает, и я это делаю. Ну вот что-то сейчас торкает? Дело в том, что я занимаюсь музыкой профессионально. Со всеми плюсами и минусами этой истории. Со всеми плюсами и минусами этой истории. То есть для меня это частично, и я надеюсь, что у меня это остается, я за этим внимательно слежу, элемент удовольствия, частичный элемент работы. Счастлив тот, у кого это совпадает, бла-бла-бла, вы это, да, все это знаете, конечно. Люби свое дело и не будешь работать ни одной минуты. Да, 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 я обожаю эти все присказки, я их все хорошо знаю. Есть ли элемент, ну назовем это принуждение в том, что я делаю? Порой есть, порой есть. Но я не занимаюсь ерундой, честно вам скажу. То есть вот сочинением гимна насосного завода имени Калинина, города Ярославль, я этим не занимаюсь. Но этим занимаются мои очень серьезные коллеги, и я их не осуждаю. Почему? Нельзя осуждать людей за это. У каждого своя траектория жизни, свое здоровье, своя семья, свои обстоятельства. Вот как это выглядит. Поэтому мне очень везет в этом плане. То есть я делаю что-то на заказ, но я делаю это не против себя, я не иду против себя. У нас здесь минута буквально, я не знаю, осталась, потому что вот прозвучало ключевое слово «семья», а ведь начало у нас был обещан эксклюзив про дедушку, бабушку, ничего, и он увел нас совершенно в какие-то другие степи. Вот коротко так вот просто, дайте эксклюзивы. Увел в дерби. Дайте, дайте эксклюзивы. Я не собираюсь давать какой-то гиперэксклюзив, но могу сказать, что... Немножечко. Да, немножечко я могу сказать. Дело в том, что когда вот проживаешь уже какой-то кусок жизни, у меня все-таки возраст не детский, то многие вещи понимаешь с точки зрения откуда что берется. И действительно какие-то вещи вот пришли от мамы, от папы, от дедушки, от бабушки. Я это все понимаю. У меня это очень-очень интересно сложилось. Очень интересно сложилось. То есть, с одной стороны, вот мы сегодня с тобой, Жень, вспоминали город Калинин, Тверь. И вот моя бабушка, мама моей мамы, она была вот как раз из Тверской области. И я в детстве, я вот такой эпизод расскажу. Я в детстве ездил к ней на лето. Меня отвозили к бабушке на лето. Это очень маленький город. Называется он Кашин, Тверской области, Калининской тогда области. И я вот эти месяца, которые я там проводил, я не понимал, что это такое. Недавно меня туда потянуло. Я там не был, ну вот, я не знаю, 60-х годов, 50 лет. Во-первых, вот этот невероятный синдром, да, маленьких деревьев, маленьких домиков, всего маленького и так далее. Я хотел кого-то найти, я никого не нашел. Никого не нашел. Нет уже этого дома, где я жил у бабушки. Но вот эта составляющая, она потом сказалась. Может быть, вот это, ну как бы это сказать, такое вот человеческое ощущение, земельное какое-то, понимаешь? Вот это природное ощущение, оно пришло вот оттуда. Если бы меня туда не возили, наверное, этого бы не было. И также можно сказать про любого другого члена моей семьи. То есть оно что-то приходит, и потом ты это понимаешь. А как это складывается, в какую мозаику, и какой подвергается уже потом обработке. У тебя, правда, дословно, были люди из, условно говоря, шоу-бизнеса? Да, 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 музыкальные, да, были. Конечно, это все проявляется. Это по линии отца. Вот, по линии отца. Ну, я что хочу сказать? Сейчас мне просто хочется сказать пару слов в конце нашего разговора. Дело в том, что мы затронули сегодня очень серьезную тему, которая касается всех. Это тема, как будут жить люди, как будет жить человечество. Будет ли оно иметь какую-то структуру, которая ограничивает его желания, ограничивает его порой, ну, скажем так, сомнительные желания. Либо это будет идти по пути бесконечного пробования границ, раздвижения этих границ. Это очень интересно. Это серьезнейший разговор. И мы этого никогда не узнаем, потому что это будет все развиваться все же-таки через какое-то время. Но мы подошли вот к этой черте. И это видно во всем. Нет, не весело звучит. Мне кажется, как-то вот... Хочется что-то хорошее сказать. Хорошее, слушаем песни Владимира Матецка. Еще мы с тобой говорили про машину времени, про книжку. Я тебе сейчас подарю книгу «Времени машины». А я еще должен сказать, что немногие знают, что Матецкий еще прекрасно пишет. Что он пишет гораздо лучше журналистов. Чем говорит. Говорит он. Сейчас просто все услышали, как он говорит. А пишет он очень легко, очень остроумно. Я хочу сейчас воспользоваться этой ситуацией и с него выбить обещание, что он напишет на эту книгу рецензию. Ну пусть может хотя бы... Про машину времени? Да. Хотя хоть один-два абзаца. Пусть не завтра, не послезавтра, даже не в этом году. Но когда-нибудь я прочитаю рецензию от Матецкого на книгу «Времени машины», которую вот просто сейчас тебе и поручу. Супер. Додолем, что мне очень приятно этой возможности встретиться с вами, встретиться со своими друзьями. Мы с Женей давным-давно знакомы, Додолем. Я к нему отношусь с огромной симпатией человеческой. Ой, сейчас вот как-то мне стало... Нет, 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 Жень, я хочу это сказать. Я объясню почему. Дело в том, что опять, наверное, это будет немножко такое вот сомнительное. Я никогда не использовал, и ты подтвердишь, что это людей. Я не любил использовать людей. Это удивительное качество. Да, это очень тонкая тема вообще, и это не совсем правильно, когда человек находится в шоу-бизнесе, он так себя ведет. Но зато дорогого стоит симпатия человеческая. Это очень тонкая тема, и все-таки эта девочка была не права, я вам скажу, которую мы упомянули. Остаются человеческие вещи. Да, они стираются, да, суета, быт, погоня за деньгами, от этого некуда деться нам всем. Но человеческое остается и должно оставаться. А вот как это все будет организовано, чтобы оно оставалось, это уже загадка. Просто, ну какая загадка, мне, например, совершенно понятен ответ. Вот такие люди, как вы, которые пишете прекрасную музыку, вы намываете на обычных, так сказать, пользователей такой культурный слой, знаете, вот на каждом человеке он кого-то больше, у кого-то меньше. И благодаря этому культурному слою, может, и люди становятся человечнее. Ну, это мое, естественно, предположение. Хотелось бы, чтобы это было так. Женечка, скажи ты свое слово. Ну, я хочу сказать, что на самом деле мы начали разговор про Матецкого как гуру стиля, он нам показал, что он гуру разговора, потому что он увел от всех тех тем, которых чувствовал себя некомфортно, нас туда, куда захотел, собственно. И я просто аплодирую, аплодирую не только композитору Матецкому, а человеческому феномену под именем Владимира Леонардовича Матецкого. Спасибо большое. Друзья, с вами было Радио Медиаметрикс и новая программа «Мимо нот» с Евгением Додолевым и Олегом Дружбинским. В гостях у нас сегодня был знаменитый композитор Владимир Матецкий. Спасибо вам большое, Владимир Леонардович, что пришли. Спасибо вам. Приглашайте еще. Обязательно, обязательно. Очень интересный был разговор. Спасибо. Всего доброго. Олег, у меня нет ни одной фотки с Матецким. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо.